Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться своими недавними покупками. И по большей степени это, наверное, все-таки будут покупки декоративной косметики и чуть-чуть ухода за волосами. И если вам интересно узнать, что это будет, оставайтесь со мной. И что ж, первое, о чем я хочу вам рассказать, это вот о таких вот капсулах, капсулах от бренда L'Anneer. И это фитокомплекс, направленный на борьбу с выпадением волос. Сейчас, после того, как я вот, точнее не после того, а в процессе того, как я кормлю свою малышку, я столкнулась с очень сильным волосопадом, просто каким-то нереальным. У меня и с Димкой такое было где-то месяца на четвертом, но нет, это было не такое, это было значительно слабее. Сейчас у меня волосы, можно сказать, выпадают клоками довольно-таки сильно. Поэтому, когда мне подвернулась возможность попробовать вот такие, вот такое вот средство против выпадения волос, я безумно этому обрадовалась. В общем, в состав здесь входят и органовое масло, и протеины пшеницы, и хмель там, и перец. В общем, я не буду вам перечислять все составляющие, но молки-то, потому что оно натуральное, поэтому во время вот кормления ребенка ничего страшного, можно это применять. И якобы должно действовать. На данный момент я вот использовала уже 5 капсулок таких. Здесь что очень удобно, когда-то я уже пользовалась подобного рода продуктом, и здесь, и там было вот тоже, просто так вот снимаете с ампулки эту верхушку и выливаете. То вот здесь вот, что мне очень понравилось, здесь был вот такой вот, так сказать, наконечник. Может, я тут мнется каждый раз, когда я его кладу. Вот. И вы, в общем-то, с помощью его нормально наносите, вот по капельке буквально вот так вот нажимаете, и они выходят. Очень вообще классно и удобно. Единственное, конечно, что для меня лично, вот одной вот такой вот капсулы, чтобы нести ее на кожу головы, это действительно много. И такой бы экономист, как я, честно говоря, растянул бы это удовольствие на 2-3 раза. Но в инструкции сказано о том, что полезные, так сказать, свойства, полезные действия проходят через полчаса после вскрытия. Поэтому не знаю, или это маркетинговый ход, или это действительно так, при контакте с воздухом оно так и есть. Я в общем не знаю. Но вот этой вот ампулы у меня полностью хватает, чтобы распределить по коже головы, и когда что-то остается, можно его внести, так сказать, вмассировать в длину волос. Вообще, какой механизм нанесения? Вы массируете сначала голову, затем вы наносите на кожу головы и опять-таки массируете. Хочу сказать, что вообще сам массаж это уже весьма полезная вещь, потому что вы стимулируете кровообращение, вы стимулируете ваши луковицы, они больше получают приток крови. Соответственно, полезные вещества лучше достигают места назначения. И если вы будете делать уже массаж и наносить просто какое-то, не знаю, полезное вещество, туда это уже будет огромная польза вашим волосам. Не могу сказать, что я прям уже лысая стала, и что я сильно замечаю, как уменьшился вообще объем волос. Но вот по вечерам, когда я расчесываю волосы, или вот когда вот так вот провожу, то в руках действительно остается приличное количество волос. И вот по квартире я вижу, что я просто каждый день тут подметаю или пылесошу, что-то делаю, поскольку действительно волосы лизут очень сильно. И знаю, что со временем это может пройти, но, честно говоря, не хочу так рисковать, чтобы вот ждать, пройдет это у меня или я все-таки останусь лысая. Поэтому пока с удовольствием пользуюсь этой штучкой, то есть где-то через полтора месяца или через два они у меня закончатся. Я с вами поделюсь своим окончательным мнением, наверное, сниму отдельное видео о том, как удалось мне побороть выпадение волос или не удалось. Но вот пока пользуюсь вот этой вот штучкой. И также я пользуюсь, они советуют в комплекте использовать вместе со своими средствами, свои же шампуни. Использую я вот такой вот шампунь от бренда, тоже Ланьер. И это шампунь для объема волос. Я вообще раньше не очень дружилась именно с шампунями, которые в виде гелий. Не кремовые, такие гелевые, но вот у меня шампуни от Оси гелевые, и в принципе я волосы, так сказать, уже начали нормально воспринимать. И этот шампунь им тоже понравился. Действительно, я вижу на волосах объем после его использования. Волосы вымывает хорошо, достойно, в принципе. Пену дает нормальную, очень приятный такой аромат. Какой-то вкусненький. В общем, не знаю, что это. То ли это конфетка, то ли ягодка, но аромат очень приятный. На волосах он сохраняется совсем непродолжительное количество времени. Что-то вот с тем пользуюсь, буду продолжать ими пользоваться в комплекте. В дальнейшем обязательно с вами поделюсь, помогло мне это или нет. И что ж, давайте переходить к декоративной косметике. Первое, что я вам покажу, это вот такой вот помада-карандаш от бренда Лок. Это очень молодой, свежий бренд, поэтому они только начинают развиваться. И мне в одной из бьюти-коробочек попался вот такой вот стик. Это помада, матовая помада-карандаш в таком винном оттенке под названием Glam Life. Сегодня эта помада у меня на губах очень мне сильно понравилась. Она вот очень легко наносится. Очень она мягкая, довольно-таки кремовая. И на губах действительно выглядит матовой. Единственный мне минус, это вот такой вот формат. И ее не совсем удобно наносить в плане распределения, именно прорисовки контура. То есть она такой тупой карандашик и не удается все-таки порисовать нормальный контур. Я ее доносила кистью. А в целом она совершенно сейчас не ощущается на губах. Я ее сегодня впервые нанесла. По первым впечатлениям она мне очень нравится. Я ее не чувствую на губах, она их никак-то не стягивает неприятно. Очень легко наносится, такая кремовая, сразу становится матовой. Даже уже при нанесении. Поэтому очень сильно довольна. Рада, что удалось попробовать. И видела, многие девчонки их продают. Поэтому буду смело пробовать и другие оттенки. Также в одном из биржбоксов мне попался вот такой вот фломастер. Фломастер-подводка от бренда Айка. Айка Лондон, если я правильно называю. Это вот такие вот фетровые подводки. И честно говоря, я от нее вот совершенно ничего хорошего не ожидала. Когда-то с сайта Beauty Bay приходила в подарок Travel Size. Из вот какого-то, наверное, может быть вот этого даже подводки. Не знаю. Мне совершенно не понравилось. Наконечник, наверное, высох. Он плохо наносил. И честно говоря, от этой подводки я ничего такого же не ожидала хорошего. Но сейчас я вот очень довольна ей. Она довольно-таки толстая. То есть я очень люблю рисовать такие толстые линии, толстые стрелки. Поэтому она для этого подходит идеально. Кончик тут пока что еще не расхлебался в разные стороны, не поразладился. Поэтому отлично она носит. Цвет довольно-таки яркий, такой угольно-черный. Поэтому безумно ей довольна. Зря я ее так недооценивала. Опять-таки видела, что девчонки продают их из этих Beauty Box практически задарма. И, наверное, надо себе еще набрать. Второй раз приобретаю себе вот такой вот карандашик для бровей от L'Oreal Bro Artist. Очень мне нравится этот карандаш. Единственное, в этот раз мне показалось, что оттенок, опять-таки я взяла оттенок Dark Brunet. И мне показалось, что что-то он немножко вроде как заряжил. Не знаю, видно это на свочи или нет. Вот раньше он больше был такой серенький. То сейчас вот я заметила в нем некую рыжинку. А это что-то меня пока смущает немножко. Но буду пробовать еще как-то приспосабливаться. Возможно, мне это и показалось. Очень удобная вот такая вот щеточка. Здесь прекрасно растушевывает карандаш, прекрасно прочесывает брови. Очень сильно мне нравится. Единственный косяк довольно-таки, он быстро тупится. И чтобы хорошо рисовал, он да постоянно-постоянно подтачивает. Поэтому довольно-таки быстро заканчивается. Но в целом классный карандаш. Мне очень нравится. И если я взяла его опять-таки, это, думаю, о чем-то договорит. И еще раз взяла вот такую вот тушь от Maybelline Lush Sensation. Взяла, так сказать, про запас. Были какие-то акции, думаю, возьму. Потому что сейчас моя рука не тянется совершенно никаким другим тушам, кроме вот этой. Вот она потрясающе разделяет реснички, превосходно их прокрашивает. Я просто от нее без ума. Хотя на самом деле, после того, как я купила, я вспомнила, что у меня мало того, что сейчас открыто, наверное, туши штук, ну, 10 точно, то еще и в запасах всяких миниатюрочек, travel size у меня еще штук 10 лежит. И взяла эту тоже, не знаю, как плюшкин тот. Но действительно, ни за какими другими тушами, будь то люксовые, либо будь то масс-маркет, какие-то не тянется рука. Вот тянется только вот к этой Maybelline. Поэтому супер-пупер. Очень довольна этими тушами. И, в принципе, смело рекомендую. Но мне кажется, уже каждая девчонка их и так успела попробовать. Еще, что я вам хочу показать, это вот такая вот миниатюрка помады от Mark Jacobs. Пришла мне в качестве комплимента, в качестве подарка от Sephora. Вот помада вот такого вот цвета интересного, в оттенке под названием Jet M. Цвет мне напоминает такой типичный какой-то цвет Марсалы. Не совсем могу сказать, что это мой цвет, поскольку он несколько, мне кажется, меня все-таки взрослит. Но в целом помада очень самая кремовая. Прекрасно распределяется по губам за счет вот такой вот удобной формы. Вот с таким вот острым кончиком. Даже вот такая вот манюнька отлично прорисовывает контур. Хорошо держится на губах. Съедается легко, но съедается равномерно, ни кусками, никак она не слазит. Только могу петь одни сплошные дифферамбы. Стоит, конечно, до чертей, поэтому полноразмерник пока я покупать не буду. Но иметь такую миниатюрку у себя в косметичке где-нибудь на туалетном столике всегда радостно и приятно. Спасибо Sephora. А получила я эту помадку, собственно, когда покупала вот такой вот консилер от Nars. Я почему-то постоянно нахожусь в поиске идеального консилера. При этом всем я не могу сказать, что я обладаю какими-то ярко выраженными кругами под глазами, либо какими-то частыми высыпаниями, которые мне надо маскировать. Но мне кажется, что должна найти свой консилер. Но именно, возможно, потому что мне нечего сильно маскировать. Я и не могу его найти. Но очень много слышала положительных отзывов об этой манюньке и решила взять вот именно миниатюру. Была возможность там на Sephora. Были вот такие вот travel size и очень рада, что удалось его попробовать. Здесь он у меня находится в оттенке ванила. Неплохой консилер. Он имеет вот такой вот вид, как спонжик, как в блеске для губ. Хорошая довольно-таки у него степень покрытия, скажем так. Он хорошо наносится, хорошо распределяется. Я его пробовала, в принципе, как закреплять, так и не закреплять. И держится он одинаково хорошо и так, и так. Да, если нанести его с утра, то вечером, поздним вечером, в частности, вчера я его наносила где-то, наверное, часиков в 11 и пришла домой часов в 10 вечера, то я видела, он несколько скатался в мимических этих морщинках, сладочках. Но в целом я видела его эффект, но никуда не делается. Он не высушил кожу совершенно. Он очень приятный, такой кремовый. Действительно, довольно-таки плотное покрытие. Не знаю, насколько это сейчас видно на руке. Но действительно, очень достойная вещь. Я сильно сейчас часто ей не буду пользоваться, но в целом вот им я досталась довольна. Наверное, это первый консильер, в котором я осталась довольна. И последнее, что я вам сегодня покажу, это вот такая вот любовь, просто любовь любовная. Это вот такая вот палеточка от The Balm. Я очень долго хотела купить хайлайтер. Мэрилу или Синдилу. Хвалили очень сильно, знаю все Мэрилу, но она была в оттенке шампань, а мне больше нравятся холодные такие хайлайтеры. И я думала, что вот, наверное, все-таки мне больше подойдет Синди. Но поскольку сводчи везде были действительно очень спорные, а покупают полноразмерник, но он очень большой. Я прямо не знала, сколько это же на себя мазать, чтобы вовсе вымазать. И я безумно обрадовалась, когда вот как раз именно в тот период появилась вот такая вот палетка. Насколько я знаю, очень быстро размели. Но на Бирчбоксе, опять-таки там, где я заказываю бьютибоксы американские, оставлю вам ссылочку обязательно, там есть очень удобная система баллов. Когда вы заказываете коробочку, вы получаете на счет 10 баллов. Когда вы пишете отзыв о каждом опробованном продукте, вы получаете еще за каждую единицу продукции, в общем, еще по одному, по 10 баллов. То есть за обзор, так сказать, коробочки, вы получаете 50 баллов. И еще 10 баллов за то, что вы ее покупаете. То есть за коробочку вы получаете 60 баллов. Если вы там, можно создать реферальную ссылочку, если по вашей ссылочке кто-то зарегистрируется, закажет коробочку, вы получите еще 50 баллов. В общем, там такая, не знаю, система сумасшедшая, вот эта вот пирамида, можно сказать, не финансовая, только косметическая. И, в общем, я насобирала этих баллов. И совершенно бесплатно на Бирчбоксе я получила вот такую вот палеточку от The Balm, чему просто несказанно рада. Поэтому, девчонки, кто заказывает коробки, обязательно пишите отзывы, зовите подружек, получайте баллы. Осталась безумно довольна я этой всей тресочкой, потому что здесь, во-первых, есть возможность прекрасно попробовать все эти три продукта. Во-вторых, даже несмотря на то, что они миниатюры, мне кажется, их хватит, но реально с головой на очень долго. И все-таки я обрадовалась, что я не взяла Синди Лу, хотя до последнего ее хотела взять. Сегодня Синди Лу у меня на глазах. И я немножко ее еще припудрила такими более бежевыми тенями, чтобы приглушить, чтобы она уже так не конфликтовала с сегодняшней помадой. Но она вот идет больше такую в розовинку. Ее не просто в розовинку, как хайлайтер, а она вот больше уже похожа мне на румяна. И кто пользовался румянами Benefit Dandelion, вот очень сильно она на них похожа. То есть такой цвет, вот видите, она даже вот на свотче особо-то и не видно какого-то сияния. Вот это вот Мэри, но Мэри вот видно, она сияет очень красиво. И Бетти. Бетти, честно говоря, я, конечно, понимала сразу, что это будет полный провал, что навряд ли я смогу ей пользоваться, но я ее брала сугубо в качестве теней, потому что, ну, это все-таки сильно рыжий цвет, и пользоваться им навряд ли выйдет. Вот так вот эти свотчи выглядят на руке. Просто невероятно классные хайлайтеры. Есть такие хайлайтеры, которые съедаются кожей очень быстро и очень быстро становятся прозрачными, незаметными, и куда-то исчезают с кожи. То нет, с этой палеткой такого не происходит. Она держится довольно-таки длительное время. Конечно, да, к вечеру уже этот блеск, он поутихнет, но все равно он остается на лице, он невероятно круто выглядит, поэтому я безумно довольна этой палеткой. И еще больше довольна тем, что она досталась мне бесплатно. Но даже если бы я ее купила, я бы ни копеечки не пожалела. И это, наверное, одна из самых моих удачных покупок за последнее время. На этом все. Кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. До встречи в следующих видео. Пока-пока! Пока!